МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем тему разоблачений книги «Карабах. История в контексте конфликта», изданной азероакадемиками в этом году на русском языке в Санкт-Петербурге. Те, кто пропустил обсуждение первых глав и начало второй главы, стоило бы вернуться назад и посмотреть прошлые выпуски. Это могут сделать и присутствующие здесь слушатели. Сегодня же мы продолжим обсуждение второй главы книги под авторством покойного ученого, владевшего, как я уже говорил, покойными языками, шумерским, аккадским и, может быть, азыхантропским, Играра Алиева. Неандертальский язык ученый, видимо, не освоил. Так как ни индус и ни буддист перерождения не будет, ну да бог с ним в прямом смысле. А пока бог с ним, с Играром Алиевым, мы с вами по сему начнем. Продолжая тему Играр Алиев, будучи ученым, сплагиатил фразу из coolreferred.com «История Нагорного Карабаха», размещенной 13 марта 2011 года под заголовком «Древнейшие времена», где пишется «В погребениях этой культуры, наряду с глазурованными сосудами, цилиндрическими печатями, различными золотыми изделиями и так далее, обнаружена агатовая бусина с именем ассирийского царя Ададнерари. По-видимому, хотя вопрос спорный, Ададнерари 1, 1307-1275 годы до н.э. А теперь внимание! Слова почти что один в один в книге, в главе, естественно, книги Играра Алиева, изданной через три года после выхода в свет этой цитаты, где пишется следующее. «В погребениях интересующей нас эпохи обнаружены глазурованные сосуды, цилиндрические печати, различные золотые изделия, пастовые бусы, перламутровые украшения, раковины моллюсков и знаменитая агатовая бусина с именем Ададнерари, по-видимому, первого». Почему сплагиатил? Да потому что каждый студент знает, что написание любого научного труда, реферата, доклада, статьи требует списка литературы. Играр Алиев же пренебрег этому требованию. Очень странно, что один из элитных азербайджанских ученых пользовался выставленными на сайт для студентов рефератами. В его-то годы, в его-то статусе. Если этим занимаются в Азербайджане ученые, то чем заняты студенты? Стоит догадываться. Цитату хоть и вырвал Алиев, но в свою пользу. А ведь это цитата из того же реферата, история которой писана в пользу армянской теории. Далее Играр Алиев пишет и уже сам. Широкое производство железа, возникшее на базе местной металлургии, начинает давать о себе знать уже в начале первого тысячелетия до нашей эры. Автор не учел тот факт, что армянская Нагорье, его жители, Акробах является крайне восточной, стороной армянского Нагоря, является родиной добычи и обработки металла. Об этом пишет большинство авторитетных ученых мира. Стоит только погуглить, если кому-то лень читать книги. К примеру, в книге русского историка-исследователя Альберта Максимова «Нашествие. Хазарское безумие» в главе «Армянское Нагорье и Урарту» автор пишет. Армянское Нагорье – древнейший центр металлургии. На его территории были расположены богатые рудные месторождения железа, меди, олова и свинца. А в научных кругах бытует даже мнение, что именно здесь начали впервые в мире выплавлять железо. Железные изделия, произведенные на территории Нагорье, находят вдали за его пределами, в Ассирии, Мидии, Иране и даже далеко на западе Передней Азии. А вот в Месопотамии, одном из главных очагов возникновения цивилизации, собственных железных рудников не было. Все сходится. Железо, Армянское Нагорье, Карабах, который является прямым продолжением Армянского Нагоря. Забывать-то не нужно, кто является автохтоном этого Нагорья и в честь какого народа названо оно. Вот и делайте вывод. Автор главы продолжает свою ахинею. Полагают, что западная часть Карабаха называлась Уртехи-Уртехини. Если верно предположение о том, что более позднее название зоны Арцах происходит от Уртехини, то тогда, вопреки утверждению ряда армянских авторов, совершенно бесспорно, что оно, то есть Арцах, не может являться армянским. Хотя бы уже только потому, что в ту пору, как и значительно позднее, здесь никаких армян не было. Во-первых, почему именно вопреки армянских авторов? Масса других авторов, кроме азербайджанских, как раз говорят, что армяне тут таки были. А вот азербайджанцев не было. Заселились в эти края тюркские племена относительно недавно, в средние века. Во-вторых, откуда взят вывод, что армян здесь не было. К сожалению, автор не указывает. Он просто сделал вывод, захотелось так. Либо намекает, что племена урартов не армяне, однако к этому мы привыкли. Для большинства азероакадемиков хаи, армяне, урарту, сомехи, вермены, пять разных народов. У самих-то самоназвания нет. Нет нонима, не экзонима, будучи тюрками, назвались иранским топонимом. Вот и не понимаю, как немец может быть одновременно и германом, и алманом, и дойчем. Или албанец именоваться одновременно и шкептаром, и арнаутом. Так и армяне. Здесь были племена урартов, но не армяне. Жаль, что ученый почил, иначе бы я спросил, а могли бы вы мне перечислить название урарских племен? Однако, увы. Читаем далее. История застает албанские племена не только на левобережье Куры, но и на территории Правобережья, о чем определенно свидетельствуют данные античных авторов и прямое указание Страбона о том, что Кура протекает по Албании и не является ее южной границей, как то утверждают армянские ученые. Честно говоря, я был удивлен, когда азероакадемик сослался на Страбона. Обычно они этого не делают, боятся как огня греческих и римских географов и историографов. Это их первые враги, а тут Надь Иван, Страбон. На что надеялся Игра Ралиев, непонятно. Видимо, расчет на то, что русский читатель пройдется глазами по этой ереси и не станет искать в географии Страбона подтверждение его слов. В смысле, слов Играра Алиева. Русский может и не станет, русскому информационная война не объявлена, но русскоязычный армянин уж точно станет, чего я и сделаю. Нашел главу, где Страбон описывает Армению и Кавказ, Азербайджан он не описывал, так как не знал, и вот что я там вычитал. С севера их омывает океан до устья Каспийского моря. Далее с востока то же самое море вплоть до границы Албании и Армении, где впадают в море реки Кир и Аракс. Аракс протекает через Армению, а Кир через Иберию и Албанию. Кир, как вы поняли, это Кура, ну а Аракс и есть Аракс. География времен Страбона еще не была совершенно. Карты примитивны, но Страбон четко описывает Армению на том месте, где она есть и сейчас и доносит ее от Малой Азии до Кира, до Куры. Перед вами карта, рисованная представлением Страбона. Обратите внимание, все на своем месте. Если не считать небольшие сдвиги на несколько градусов некоторых стран. Но это нормально для времен Страбона. Ведь не было космических снимков, не было четких границ. И если эту же карту, выполненную глазами и представлением Страбона, переложить на современную карту, то Армения окажется на севере Ирана, там, где сейчас устаны западный и восточный Азербайджан, северный Ирак. Азовское море имеет площадь акватории почти такой же, как и Каспийское море. Страбоновское описание Армении за Кавказья и Кавказа восстановили европейские картографы в начале 19 века. Как видим, на карте Самуэля Баттлера Армения вместе с восточной провинцией Арцах Карабах простирается до Куры Кира и далее до Каспия. А Аракс течет по Армении. Именно об этом и говорил Страбон, слова которого мы сейчас процитировали. Так что, уважаемые озероакадемики, между Страбоном и Страпоном большая разница. Вы же занимаетесь последним. Особое внимание хотелось бы обратить к следующей цитате в главе Играра Алиева. Как мне кажется, эта цитата перевернет всю мировую науку аккуратно 360 градусов. Имеются специалисты, которые считают Албан тюрками, а язык их тюркским. И ссылка на Гейбулаева Г.А. Топонимика Азербайджана Баку 1986 год. Верно, но на кого же еще ссылаться? Кто еще может такую чушь выдать, если не Гейбулаевы, Мамедовы, Хасянгулы и прочие? Нет в мире ни одного источника, который бы указывал, что Албаны были тюрками и говорили на тюркском языке. Албаны автохтонный народ, кавказоязычный, тот же Страбон, на которого неудачно сослался Играр Алиев, Геродот, многие другие античные авторы рассказывали об албанских племенах. Их было несколько, понятное дело, что сосчитать было невозможно. Оттого разных авторов и у разных ученых называются разные цифры от 12 до 26. Однако все, как один, говорят о том, что албанские племена были кавказоязычными. И потомками их являются нынешние кавказоязычные народы республики Азербайджан и Дагестан. Это лезгины, табасаранцы, иудины, цахуры, рутульцы, лакцы и прочее. Кавказским албанам мы еще вернемся не раз, будем довольно-таки по этой главе, по этой книге, вернее, часто возвращаться, так как кавказские албаны идея фикс азербайджанской науки, которая так и стремится оболванить общественность и оболбанить самих себя, называя порой тюрок одним из албанских племен. Забывая о том, что предки современных азербайджанцев, тюрки-угузы, стали заселять регион, начиная с 11 века и полностью укомплектовались только в 15 веке. А что еще готова азербайджанская историческая наука, чтобы омолодить соседей и удревнить себя? Какие исторические факты она готова обойти в доказательство своей значимости в регионе? Об этом и о многом другом нелепом вы узнаете в следующей нашей лекции. Не пропустите!